Который мне посылает мне вся эта власть в целом и владелец замечательного братца Владимира Путин. Ну, так, судородить надо, но мы так можем, смотри, можем там сделать, знаете, как Жан Клиффер, фокусник в суде. Вот он мячик крутит на этом пальце, потом раз на этом пальце, то на голове, то на голове. И они говорят, смотри, мы вот эту судебную систему можем крутить на любую часть о свободе тела. Куда ты против нас лезешь? Мы можем все, что угодно сделать, вот смотри, вот прямо-то. Но, если честно, мне кажется, что такая вот их воровата, ну, то есть они, конечно, со мной, ну, да, и не делают. Ну, в общем-то, прежде чем я один, а обычные люди, которые смотрят на это, они, конечно, они, конечно, тяжелые впечатления против этого, потому что каждый живет не так, да, если я сталкиваюсь с этой системой. А какие у меня шансы здесь в общем-то добиться? Ну, тем не менее, последнее слово, значит, нужно выбрать последнее слово. Ведь я уж не знаю, о чем поговорить-то, в вашей честь. Пойдите с вами поговорю о Боге, о спасении. Ручку, так сказать, ручку папуса на масле. Дело в том, что я верующий человек, что, в общем-то, скорее служит предметом уставленных насмешек в фонде моего с коррупцией на руку меня, потому что все, в основном, вы видите, атеисты, я сам, наверное, таким был довольно магистующим. Но сейчас я человек верующим, ему это сильно помогает, на самом деле, моей деятельности, потому что все проводится гораздо и гораздо проще. Например, знаете, вот, я не шанс буду уменьшить к тебе в большей жизни, потому что, ну, если когда, знаете, вот, книжка, в которой, ну, в общем-то, более-менее четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. Например, ну, всегда, конечно, легко следовать в книжке, но, в общем-то, я стараюсь. И поэтому я уже готов не лечь на первое, чем он будет в книжке, отказываюсь в России. А ну-ка, недавно пишут человеку. Тебе нормально? А? А че тебе все пишут? Держись! Не сдавнайся! Терпи! Там, сожни суга! Что тебе терпеть-то? Ведь, ну, ты же вроде бы говоришь, что Бога видишь. А сказывают, ведь, блаженные, жаждущие и научащие правды, ибо они засыдятся. Ну, ты говоришь, отлично тебе значит, я могу. Надо же, как человек, хорошо меня понимает. Потому что мне кажется, мне не отлично, но в этом нагретную заповедь я всегда воспринимал на такую, более-менее инструкцию к действительности. И поэтому, безусловно, не очень разглаждаясь тем местом, где я нахожусь, тем не менее я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся, о том, что я делаю. Ну, потому что я сделал все правильно на двору. Я не испытываю, ну, так понимаю, предварительно, что ли. Потому что в какой-то сложный момент я делал так положено, поискнуть, и так не передал. И важная вещь обратно. Ну, безусловно, для современного человека вся эта заповедь блаженный, жаждущий, алчащий, правды, ибо они насытятся. А у нас звучит, конечно, очень напыщенно. И, в общем-то, нападочек бывают. Ну, люди, которые говорят такие вещи, докладательные, говорят, как они, ну, другие сумасшедшие. Сумасшедшие странные люди, сидят там с платочными глазами, но опасаются в своей камере, и, значит, вот, пытаются себя подводить с чем-то. Хотя, ну, конечно, они одиноки, они одиночки, потому что они никому не нужны. И это вот важнейшая вещь, в которую и власть наша, и вся система, она пытается сказать таким людям. Ты одинок. Ты одиночка. То есть, сначала важно запугать, а потом доказать, что ты один. Ну, потому что, ну, какие нормальные люди. Думаешь, нормальные люди, адекватные люди, глупые, держат, вот, за какой-то так инфинитивный заповедь. И, вот эта вот вещь про одиночество, она очень важна. Она очень важна, как цель власти. Отлично, кстати говоря. Поэтому он бы сказала один из... Ну, я бы сказал. Замечательный холост был. А именно Павлу Нинарну. Помните, как она была в Гарри Поттере? И разговаривая с Гарри Поттером в какие-то там сложные времена, она ему сказала, Важно не чувствовать себя одиноким. Потому что, конечно, на месте Волонда Морда я бы очень хотел, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Ну, и безусловно, конечно, в нашем Гарри Поттере, он тоже хочет, понимаете, вот, в самом деле, замечательные ребята. И, во-первых, в моей тюрьме тоже нормальный. Будут со мной не разговаривать, запретить, забудут говорить, видимо. Пробедать эти дежурные фразы. Это тоже такая важная вещь, чтобы вы постоянно чувствовали себя одиноким. Но я совершенно не чувствую. Я не чувствую. Потому что вот эта вот конструкция, блаженная, жаждающая, ялочащая правдой, которая не осытится, она кажется какой-то экзотической, ну, странноватой. Но на самом деле, это главная генетическая идея у нас сейчас в России. Вот. Ваша честь. Какая существует в России? Какая фраза, как умрёвка, самая популярная политическая вообще, ну, какой самый популярный логов в России? Помогите мне тут? В чём сила? Правильно. Сила в правде. Вот эту фразу, которую повторяют все, это же оно и есть. Это не есть та самая заповедь, блаженство, только вот эта бесокварь, как ибо, ибо, алтищик, оно просто сжало, под размером тритера, но посмотрите, оно и есть. И вся страна, во всём отбив, повторяет, что в силу правде, за кем правда, тот и победил. И вот это очень важно. И несмотря на то, что страна наша сейчас, ну, конечно, она построена несправедливость. И мы не стали сталкиваемся с несправедливостью, мы видим вот худшее вид несправедливости и несправедливость в хорошем уровне. Но тем не менее, мы видим, что это примерно с этим. Вот мы не могли видеть её всякие пути. Они хотят правды. Они хотят добиться правды. И рано или поздно они её добиваются. Они насыдятся. Потому что все уже очевидны. Ну вот есть, говорится, где можно говорить, что он не друг, он не умеет, но он есть. Но есть вот эти вот нищие люди. Потому что они сколько будет сколько, что у нас, значит, 40 миллионов жизней, но страна видна. И это видно всем. Они должны быть богатые. Мы где-нибудь права построили, деньги зарабатывали, а денег нет. И это правда. И против неё не по премушке. Рано или поздно эти люди, которые хотят правды. Они не добьются сверху, они не осветятся. И важная вещь того, я вам хочу сказать. И ваша полиция, по астрову, по астрову, по астрову, по астрову, общественной власти. А все мы думаем, что важно не бояться этих людей, но не бояться тех, кто добивается правды. Ну потому что, многие же опасаются. Может быть, что будет, будет эволюция, какие-то кошмары, кто-то сеет. Вы подумайте сами, как хороша была жизнь, без постоянного проявления. Это вообще, возможность не брать, это же просто посвятительная ситуация. Попробуйте сами, для кого-то классно. Работать с судьей, и чтобы вообще, ну и никто с телефона управлял, никто тебя не звонит. И ты просто пропускай, я вас прошу запросить, потому что больше, чем у вас сейчас. Никто уважаемоеского общества, и никто не может тебя не звонить, никто не может дать тебе указания, решать дела. И ты приходишь к своим детям, и рассказываешь, что да, то есть реально независимым судьом, все остальные судьи абсолютно независимы. Классно же будем. Просто было бы отлично. Классно ведь было быть прокурором, который, на самом деле, наступает в состязательной системе, придет, интересно, такую юридическую фигуру, защищает кого-то, или осуждает, или реально злодея, или прятает, я думаю, что люди поступали на юридический факультет на юридический факультет, чтобы потом участвовать в фабрикации уголовных сил, и подделывать для того, что я не верю. Я не верю, что люди хотят стать полицейским, чтобы потом рассказывать на митинге о построении полу, или какой-то там, кто поедет, как чувака, а он не вернул, послушивая его бесконечно последний способ. Ну и кто не хочет этого? Ну и кто не хочет, вы знаете, хотя бы там нормальные твои цели. Потому что от вот этого вранья одни минусы, плюсы, три кофе нет, а журналы дальше не платят. Минусы есть, а плюсов нет. Не для всех, а бизнес. Мы бизнесмали. И мы в бизнес стране, он стоит в два раза дешевле. Потому что не то, что мы все делаем на систему, потому что мы стояли пункт, потому что это вардак, нищета. Наконец-то, все будут гораздо лучше. Если бы там вранья, не справедливость не был, то будут гораздо лучше. Если бы те люди, которые хотят правду, дадут избавить правду, ФСБ шутят. То же самое. Никто, ни один человек на свете не был школьником с горячими глазами, который говорит, пойду в ФСБ и меня надо было управлять, чтобы я спринал по устримам, инфекционерам, потому что кто-то их намазал. нет таких людей, никто не может это сделать. Все хотят быть, какие-то зарвать, но продолжают пункт, не название, террористов, шпионов, боролся с этим совсем. И это очень важно. Просто не бояться людей, которые добиваются правды, а может быть даже как-то их поддержать. При этом просто не. Или просто, может быть, даже не поддержать, а хотя бы не спасутся этих решений, способствовать о правиле. Это звук уже на русском. Это есть, конечно, небольшой риск, но какой-то был небольшой, во-вторых, в основном, и в руках, удающихся в теорусе современности, по-вторых, перестанчивости, жительный риск, а если ты не искуешь, значит, ты просто веролая кучка молекул, чтобы они беспорядочные и научат по течению вселенной. Ну, последнее, что у вас нет, понимаете? Ну, теперь вот сейчас куча писем. Каждую вторую, каждую вторую письму заканчиваются фразой «Россия будет свободной». Это классный воздух. я его тоже постоянно говорю, повторяю, пишу в ответ, скандирую на риск, я постоянно не думаю, что-то мне не хватает. я хочу, конечно, чтобы Россия была свободной. Но это необходимо, но недостаточно. Это не может являться целью самого по себе. я хочу, я хочу, чтобы Россия была в порядке. Потому что соответствует рациональный богат. Я хочу, чтобы эти рациональные богатства распределились, чтобы все получали одну свою долю нефтиловую газу. Я хочу, чтобы вы были только свободной, вы знаете, нормальные здоровые деньги, чтобы мужчины доживали надмиссионного нового. Потому что сейчас половина мужчин в России этого не получается сделать. Другую женщину будет лучше. Я хочу, чтобы образование было нормально. Люди могли нормально учиться. Я конечно хотел бы, чтобы в России мы получали такую же зарплату в средней профессии. Сейчас это раз любит. В принципе, то есть журналист, то все будут ниже. что много других вещей случилось в нашей стране. нужно бороться не только с тем, что Россия не свободна, а потому что в целом она во все направления несчастная. Россия постоянно тут все есть. Но тем не менее, несчастная страна. Русскую литературу откройте великолепный диротер. Да боже мой, одни написания несчастья и страданий. Мы очень несчастная страна, и вдруг это несчастье не может не могут вправиться. А конечно хочется. И поэтому залог изменить потому что Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой. Ну и все. с 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